пока пил чай увидел в окошко интересную картину сейчас вам хочу показать он может быть сейчас притаится если услышать вибрацию снега скорее всего может и не притаится вот видите паучок вот пока я в окошко смотрел он ползал часто ты что-то не хочет сейчас меньше снег ослепляет глаза сейчас он как-то это стоит на месте пополз ой резкость в общем весна насекомые просыпаются потихонечку потом у нас такой будет период я помню когда после весны вот комары начинаются и вот я помню на спину столько комаров ну садится столько много комаров как будто знаете такое ощущение как будто волосатая спина когда эти комары на куртке сидят попробую так снять но приблизить саму видеокамеру вот так стою на улице вообще так хорошо так свежет и тепло да да классная погода в общем сейчас чай допью да опять бай бай попытка бай бай вот смотрите как развезло тут жижа такая но потом когда уже ну снег сойдет подсохнет уже такого здесь не будет вода либо бастут но я тоже на коленики отдел и с ними хорошо они помогают либо вас вот ждет костер чтобы пожарить колбаски на там чай остался нет гриба бас куда остался нам хватит на двоих нет или еще кипятить но я позвоню час мы сейчас кипятим часа покажу как вода поднялась вон там видите островки такие там я пособираю брусничного листа начать себе на проект вов не знаю как обратно будет идти но так вроде бы на лыжах может быть сильно там не будем проваливаться сейчас только заметил что в кадр не попал может быть нормально может не будем особо мучиться вот так вот вроде вода поднялась вроде бы она побольше стал патрончик это тогда на этот разлей в кружке и скипятим где-то пол чайника до я хочу еще аптечку показать как у какую новенькую собрал в этот раз но я в этот еще место где чтобы это то в избушке темно так как я кипяте в избушке или манчика пить это да вот здесь да да ну да палочку как сама сделать да палочку или чем-нибудь на пеньке а можно знаешь воткнуть палочку боку как бы знаешь я как видал дело короче вот я видал вот но будет а это то ливен или как-то парень тататаларин он даже как делал его арен вообще он не не походник не не другой другой когда мужчина то ну ладно но и чё вот как же другая большую такую такая палка гинтка толстая вот и вот так вот и короче и на ней готовим прям такую толстую зачем мне надо мы там это и такая небольшая на 8 мгновенно любишь все преувеличивать да грибабас нет 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 ты не забывай что я джон джон извиняюсь джон туда что ли там вот там на тракте сейчас будет показывать аптечку тут вот где мы втыкали ножи уже разобрали на дрова не знаю может грибабас сам это разобрался на дровах так но вот здесь буду показывать пластырь но я тут его побольше взял у меня уже пусть уже в одном месте я потом эту аптечку вот этот пакетик с собой беру рюкзачок который на в котором на работу хожу вот этот пакетик потом вот эту вот эту аптечку всегда с собой беру ну когда на работу хожу ультра каин ой то есть не ультра каина этот анальгин ультра ау набери только постарайся чистенькой это чё тут активированный уголь здесь спирт так почти почти полная бутылка это у меня вот когда баллы болела это шея мышцы свело я вот этот фастум гель покупал даже не шею что у меня была травма руки до травма руки у меня было вот я мазал кстати два до два раза помазал вообще классно помогло вот кстати цена тут есть 250 рублей хорошая штучка мне понравилось для уменьшения боли и воспаления в спине шее мышцах и суставах дальше что то ну тут сейчас самой аптечки ножницы маленькие клей bf вот у меня мало я взял этого ультра каина но вот знаете обезболивающий на всякий случай вот если не дай бог там повреждение такое что надо человеку колоть обезболивающие чтобы он дошел куда-то там до избушке или вообще там чтобы ему боль так вот такая салфетка спиртовая тут в основном пластырь наверно у меня много пластыря потому что он так то вот частенько бывает нужен порезы бывают такие так это чё такое это средство промывания это мне удавала ворнер средство приму промывания да пойдет пойдет тут в общем это морская соль это он не давал для этого делать тест нож короче но развести вот эту морскую соль и пустить клинок и посмотреть как клинок будет но проживеть вот тут я чё то такое а это у меня средство розжига ну там парафин и внутри там это газетка пропитанная селитрой то есть этот вот разжигаешь эту штуку и она ну хорошо начинает гореть у меня тут средство розжига на всякий случай вот еще смотрите вот ферицит как же правильно да фероцитовый стержень вроде правильно я сейчас скажу вот это фероцитовый стержень вот который применяется на огнивах вот у меня тут на всякий случай в аптечке вот один шприц у меня и всего лишь одна ампула этого я покупал еще я помню покупал ампулы эти с ультракаином не помню какой-то сумочки валяется вот у меня сюда не положу тут вы видели до бинт стерильный марлевый тут опять вот такой пластырь только другого типа какой-то широкий что для большой ну допустим вот на ногу наклеить если там мозоль в районе пятки там выше пятки сможет пластырь удобным будет наклеить тут наверно запасные спички на запасные спички это вот у меня анальгин ультра остался еще с того с той первой пачки где тут завалялся все тут дальше вот это это до тервины или как-то так ну в общем это я помню это от этого от живота тут опять бинтик вот кстати от живота таблетки полирамид полирамид цитрамон и вот тут срок годности до 1 месяца 18 года вот опять этот лопирамид там опять лопирамид сейчас поближе туда и вот одна была у меня всего лишь этого ультракаина подождите вот так ультракаин ну все аптечку все показал сейчас вот буду собирать и пойду схожу свитер одену а то я это вышел так футболки как-то прохладненько все таки ухты так проваливаешься тихонечко вот сделал я два шашлыка супруги и каляйки не успел я нарезать как уже грибобаз уже уже прожарил ты и закоптил что ли ну а говорил говорил эти слова заветные колбаска жарится нет я попросил визу это как высота креста просила господи благослови и давай жарить это хорошо вот приятного аппетита спасибо большое спасибо большое колбаска жарится без без этих без перчаток я руки жгет вот я видите как веточку вот так сделал и вот так там положил березовую трухлявую чурку так у меня жарится мало сейчас моментом тут чисто так подкоптить эту колбаску чтобы запах был приятный костерка и будет классно да не сказал еще по колбасе но это колбаса боярская производства город котлас ну она не это недорогая я взял в районе 300 рублей у по автоматика я смотрю тут переворачивается само собой либо вас видимо на огне и закоптил свою колбасу за пару минут и радостный часто выплетает по в избушке кстати вот я ел тогда вот кашу но что показывали мы что у нас был утром завтрак какой и пока что еще не кушал и так и не тянет кушать нормально себя чувствую ну такой знать нету такое чувство голода прям что прям есть хочу но я конечно позавтракал как хорошо считайте 4 яйца съел там лук хлеб сейчас чайку попью решили уже этот суп не варить потому что ну спали долго отдыхали суп уже у гриба вас а дома сварил потому что с супом сейчас затянется и смысла нету суп наваришь целую кастрюлю он там съест тарелку а остальной суп куда девать если платно там на пару дней на трое на три дня пришли то можно было бы суп сварить а так сейчас жарю колбаску и такой знаете звук ну видимо вот это березовая чурка она там воды много вода испаряется такой знаете такое песчание такое сейчас специально приближение включу тут зум со звуком и сейчас вы услышите этот звук такой звук интересный да колбаска жарится оказывается я ошибочно считал что это звук этого вот этой березовой чурки оказывается это звук колбаса так из производила сейчас сейчас я нагрею еще раз и сейчас послушайте я сначала думал что это дрова так но пища то это колбасы типа колбаска так пищит вот слушайте я думаю слышно вот сейчас остыла и звук уже прекратился сейчас еще раз слушайте это там это колба это молекулы колбаски пищат жарится всем приятного аппетита кто кушать собрался мне остается только питаться запахами сейчас буду нюхать и питаться так понюхаю ну точно значит это пластик колбаски я съел уже кстати так вот запахом даже насыщаешь насыщаешься ну это конечно все шутки вот у грибобаса трапеза я тут короче грибобас зашел в избушку прям стоит запах лука такой прям с улицы с улицы заходишь это понятно запах лука мнение я хочу оставить она остывает так почище вот эту убери пожалуйста вот эту штучку да вот так я положу так пусть она остынет потом в пакетик все сложу приятного аппетита старый чай ты горячий не стал пить не старый ну понятно ладно я пойду этот пока пособираю этот брусничного листа давай идут сборы домой сейчас я еще чайку пил сейчас попью покажу какой грибобас себе нож брал такой а там вот такой нож а я еще брал этот выключай как он выключается на откройся вот такой нож а я еще брал этот вк-5 немножко он поржавел потом буду им заниматься хочу покрыть покрытие сделать чай-то остыл наверно уже или нет и пробовал нормальный горячий нормальный так тепленький припозднились мы уже сколько время то уже на 10 час вечера до так без 29 29 29 только ну нормально тогда в 9 если тронемся нормально будет где так сгущенка уже все да и доел да все доел молодец она это будет можно в этот кинуть в печку она с горечкой да да это кожура от колбасы боярская но вот боярская ну и чё нормально вкусная колбаса да вкусная колбаса спасибо дымком пахло как ты говоришь горе горе ясно не 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 или как там колбаска жарится колбаска да 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 я попросил благословение все креста и все сделал без кушал за эту лампочку мне не забыть и собрать а так ладно идти надо домой завтра наработал однако либо бас но ты не очкуешь нет немножко очко еще немножко еще чуть-чуть и гриб бабас будет на том берегу ты назад главное не склонись а то упадешь в воду ура молодец не я говорю ура молодец спасибо спасибо с гриба басом выходим из этого лесного плена сейчас сумерки время не знаю сколько гриба бас сейчас скажу ну вот сейчас вот этот видите березняк за березняком будет за березняком будет сосновый лес там уже будет тундра бывает дорогу пригожу преграждает вот такие березки не видите снег они нагибаются не знаю от ветра или от чего они ой блин нагибаются березы все с каким-то лишайником вот этот лишайник на березе практически на всех березах этот лишайник тут болотистая местность скорее всего из-за этого березы в этом все лишайники в этом в начале хотел думал поискать это на березе присмотреть как он называется то чагу слишком так уже сумеречно ее уже не увидишь так кстати мы гриба бас вышли на то место когда летом сюда приходим слышишь гриба бас вышли на то место вот где мы у это тропа вот здесь мы отдыхаем постоянно кто смотрит наши походы вот это можно определить вот по этой кривой елки как раз я вышел там сейчас я вижу просека где-то была сейчас покажу вот из леса выходишь уже тут посветлее деревьев меньше а вот это просека но она так уже заросла уже ну видно что была старая просека вот можно посмотреть но сейчас по этой просеке выйдем на тундру а потом уже прямиком до телевышки пойдем снег хорошо держит обратная дорога тоже повезло время 23 часа три минуты у нас в республике коми город им то московское время придется лыжи в руках понесем я свои лыжи понесу ты свои да а палки по очереди понесем я там не помню во сколько мы вышли там можно ну зрители наверно кому интересно будет посчитают 21 05 да да было так время ну вот считай считай сейчас 23 05 почти ну это чем мы два часа шли в принципе неплохо нормально 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 ну а пока еще мы не прощаемся может быть либо вас какую-нибудь интересную историю вспомни да по пути чеку нет по пути домой дача с чеку попьем и пойдем понятно к ночи ближе опять заморозок видите лужи лед зато нам классно было идти но сейчас уже в лес не будем хотите ходить последующие это следующий у нас знаешь какой будет это у нас в это в июне в июне будет 12 июня там вроде там будет три выходных у меня еще это отгул есть а вот попрошу начальство отгул и на четыре дня можно будет съездить на рыбалку как мы в прошлом году ездили на бугринские озера можно будет съездить так что это вот после следующий поход наверное вот поход рыбалка это уже будет на бугринские озера так как она вставлять это да это просто отвалилась это но откручивай просто эту вставь вставь обратно а как она я не знаю даже ну-ка один не знаешь ты взрослый человек гриба бас не знаешь да да конечно чё ты понял что поздравляю аккуратненько туда в прорезь ага вот а все спасибо тебе теперь буду знать комментариях там писали что это некоторым не нравится что ты постоянно говоришь спасибо большое постоянно причем что типа давай-ка порежу ты со своей культурой или лучше так не одинал так каи не как не надо то есть не надо будет говорить спасибо большое чтобы момент его замечаний вот я имею ввиду то есть ты больше не будешь говорить спасибо больше да не буду я не свежего чай это хватает не надо видишь мне побольше тут там какие-то давай типа грязь стоп понял чай очень пахнет а колбаска да а чай и к грибобас перекрестишь все все же у меня видеокамера в одной руке сейчас я и в другой руке сейчас всем приятного чая пить и приятно чай питье время отца снеси так а духа аминь В имя Отца, Сын, Спока Духа, Аминь. Прям что пить, Джон? Чаёк ещё тёпленький после костра. Понятно. Так, стой дальше. Смотри, у нас выражения какие у нас есть. Колбаска жарится. А тут знаешь, какой надо? Какой? Чаёк тёпленький. Кстати, тёплый лучше не пить чай. Лучше это, горячий. Ты же любишь? А, ты горячий не любишь, да? Не, горячий не люблю, Кипяток. А лучше горячий пить. Вот у меня Папа Царство Ему Небесное, он только горячий пил. Он говорит, чай тёплый, это как моча. У меня дядя Лёша, она говорит, тоже пить чай, такой кипяток пить чай. И тоже, и брат Димка наш, брат-то. Да, да, тоже. Вот твой родной брат, мой твоё родное. Тоже чисто кипяток и чисто вот... Кстати, вот чай из гранёного стакана, он отличается, чем из другой посуды. А почему так? Ну, я замечал так вот. Если завариваешь, ну вот наливаешь даже просто чай в гранёный стакан, вкус уже гораздо он вкуснее. А нам когда в армии давали, какие были кружки, они были как? Ну, алюминий это уже не, это уже фу. Ну, они были крашены. Это фу, фу, гриба-бас. Алюминий это фу. Понял. Молчу. Ещё вот я знаю, китайцы, они из глиняных пьют. Глиняные специальные чашечки. Ну, у них там специальные чайные церемонии там. Это, знаете, как они называются? Вот забыл я. Не пиалушки, как это называть, такая штука такая как-то. Ой, я не знаю, про что ты говоришь. Это в Туркме тоже такие чашки есть. Они вот такие, такие полуругые. Они есть от маленьких, больше, больше. Есть такие большие такие. И пили такие. Замыка называется. Я ещё кушал с ними пельмени кушал, чай пили мы с них. Так, наверное, пиалушки. Не, не, что это называть никогда. Где? Я много названий. Я не, короче, как, так, и так, ну, там, четыре, все-все было на ней изрисованы. Ты опять на Грибландском заговорил, да? Нет, не буду больше. На Грибландском. Спасибо, Джон. Я вот, уважаемые зрители, вот сегодня в избушке Грибобаса учил. Ты Грибобас вот так не делай. Ты так, знаешь, как бы у тебя слова съедаются. Тебя не поймёшь, что ты говоришь. Говоришь членно-раздельно. А, скорее всего, так у тебя получается, что ты быстро говоришь, нет? Да, быстро говорю я. И у тебя уже начина... Язык заплетается, короче. И по-грибландски. И тебя не поймёшь уже. Это я только тебя понимаю. Так ты живу в Чапи, нет? Да, да, Грибобас. Я хочу чай горяченький. Чай горяченький. Хе-хе-хе-хе-хе. Ты уже всё напился, да? Напился, я всё. Перекрести. Будь другом. Духа, аминь. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Расскажи, какой самый ты вкусный чай пил? Или самый вкусный чай? Чай вкусный пил, нет? Ну, это как, короче. Хотя чайфир, он не может быть вкусным. Да. Это, конечно, такая пачка. И вот целиком заваришь на кружку. Кипяток. Он ставится маленький, и там пьёшь его. Так, под иглоточкой, да? Так, по трое, так. Под иглоточкой, да? И так, каждому так, по кругу пьёшь его. Вот. Без конфетки, да? Без ничего. Одни чайфир. И потом, и потом рыгаешь, да? Нет, почему? А ты кому так? Да как нет, почему, блин? Потом рыгаешь после него. Бывает, да. Бывает. Ты рыгал? Ни разу. Стразу? Тянуло два раза. Тянуло, да? Тянуло. У меня как-то было просто после крепкого чая. Видимо, на голодный желудок выпил, ну, крепкого чая. И меня это потянуло. У меня было тоже так же. Извините, конечно, уважаемые зрители, что вот мы сейчас так заговорили. Ну, рассказываем, как оно есть. Тут уж не обессудьте нас. Понятно. Ну, а такой самый вкусный чай какой ты пил? Или ты уже не помнишь? Да я не помню уже. Понятно. Не помню я. Что ты там увидел? Звездя на телевышке прям. А, на телевышке? Ну, тут я не знаю, зрители увидят. Вроде видно, видно, ага. Или нет? Не, не знаю. Мне в этот, в экранчик как-то непонятно. А тебе, Грибобаз, какой самый из зверей больше всего нравится? Нравится? Ну, из диких зверей. Я понял. Белый тигр. А, кстати, красивый. Мы с тобой, помнишь, были в Ижевске в зоопарке? Да, да. Белый тигр. Красивый. Он большой, красивый такой. Там у него шерсть красивая. Ну, он нравится мне. Ну, там дофига было зверей. Много там было зверей. И пантера, и рысь там была, и медведи. И медведь там был. Белых вроде бы не было только, да? Белых не было. Ну, там они были, но они почему-то были в этом. Ну, спрятаны, короче. Ну. Там что-то... Потом еще это было. Дикий кот был такой. Макаки там, помнишь, с этими? А, макаки были. С этими, с красными задницами. Я смеялся, смотри, макака. Там все ха-ха-ха-ха. Там, кстати, птиц, белый орлан там был. Да. Всякие там орлы были. Помнишь, разные? Да, да, помню, помню. Красивые. Сова там были, фильмы. Там в Ижевске классный, конечно, зоопарк. Там классный зоопарк. И большой такой. И там, кстати, вот этим, ну, или инвалидам, ну, в общем, тебе было бесплатно вроде пройти, да? Это показываешь книжечку, и бесплатный проход, мне добался он. Или 50% стоимость. Не, бесплатный проход. Бесплатный? Бесплатный проход. Вот. Вот он подрал зоопарк. Надо еще будет туда, если получится, сходить. Сходи, ага, сходим, если будем, сходим. Классно, я люблю там. Мне там тоже понравилось. Красиво там. Ну, там главное вот ехать, чтобы жары не было. Да. Чтобы а то в жару тяжеловато. Да. Ну, и там говорят, что вот если жара, звери прячутся под домиком там. Да, да, да. А когда, знаешь, такая погода, их можно, ну, больше зверей увидеть, в общем. Ага, понятно. Еще, чем понравилось. Сами волки. Большие такие. Такие, это, розыки большие такие. Зубы такие здоровые. Ну, я в Ижевске не помню, там, какие волки были. А я был один раз в зоопарке в Перми. В Перми, да? И видел двух волков. Ооо. И вот они были высотой. Примерно такие. Вот по твой карман. Вот такие большие. Вот такая высота. Один был такой рыжеватый волк. Ага. И один был такой, знаешь, черный волк. Ага. Ну, я так смотрел им в глаза, так, ну, смотрю, он, это, черный волк тоже так смотрит мне в глаза такой. Такой спокойный, такой смотрит, смотрит. Ну, такие они спокойные были, знаешь. Ну, что их там кормят. Ну, понятно, понятно. Они ничего там нет. Ну, говорят, волк, очень сильное животное волк. О, ты чего. Вот. Это, кстати, вот некоторые, вот мне интересно, я читал про волков, что они, во-первых, еще вонючие, эти волки. Вонючие? Да, я где-то читал, что они вообще, ну, ну, вот где-то было написано, что они воняют чем-то таким, блин. Не знаю, ну, какая-то вонь от них идет, от ихней шерсти. А все такие, знаешь, на аватарке. А тоже как-то... На аватарке ставят себе волк, волк. Ага. Я читал это в этом, как его, в какой-то охотничьей, ну, вот охотятся на волков, делают загоны такие специальные. Вот смотри, вот на примере этой кружки, допустим, я покажу. Берут, короче, этот, ну, ну, участок, да, такой. Ага. И этот загон, он на несколько лет, короче. И на этом участке вкапывают колья, вот так вот. И сами краски? Не перебивай, гриба башни, я рассказываю, тихо. Вкапывают колья, вот так, кругом, да, и внутри тоже круг колья, ну, вот эти колочки. Ну, они высотой, допустим, с твой рост, ну, вроде бы с твой рост, да, вот примерно, вот. И получается, вот, здесь вроде бы посередине приманка кидается, вроде бы здесь. Здесь, или вовнутрь просто запах идет, это, приманки. Ну, там, какую-нибудь тушу, там, это, дичь какую-нибудь, там, знаешь, ну, уже которая испортилась, воняет, короче, запах от нее, короче. И тут, получается, дверь делают, и дверь делают, подожди, в какую сторону? А, да, вот дверь, получается, вот так открывается туда. Тут, смотри, тут заборчик получается, и тут заборчик. Смотри, волк сюда заходит, да, этот проход узкий, и он задом не может идти, он идет только вперед. Вот он идет такой вперед, смотри, смотри, идет, здесь дверь закрывается, он, и вот так он так ходит по кругу, ходит вот так вот, и в итоге, или он от голода погибает, или, допустим, охотник приходит, ну, и его убивает. И вот этот загон, я читал в это, в книжке, несколько лет служит для, вот эта ловушка для волков, короче, для поимки волков. Нормально. И вот там вот, ну, я читал этих про волков, и там написали, что они там вонючие такие, и потом это, кто-то мне историю уже здесь из интинцев рассказывал какой-то. Да, я пойду, закрой пока это. Из этих, из охотников. Ну да, закрой, закрой. Есть же в Инте, да? Да, но уже давненько, я еще когда в школе учился, он был пацаном, был пацаном, и волка подстрелили, он с отцом, что ли, был. У него были валенки, ну, такие, даже валенки, ну, а, валенки были большего размера, чем его нога. Ну, побольше размера. Ага. Но он думал это, ну, что волк уже мертвый. Ну и, ну, история вроде бы такая, вот как я помню. Он думал уже волк мертвый, ну как, подошел к волку и решил его это, ну, по морде его, как бы, ну, пнуть этим валенком. Валенком. Да. А волк взял, короче, ну, он еще был живой, и взял этот валенок, ему отхватил. И отхватил, как бритвой, короче, вот этот кусок валенка отрезал, носок валенка отрезал, и, ну, нога у него ничего не повредилась. Ему повезло то, что валенки большие просто были, да. Большие валенки, вот. Только из-за этого повезло ему. А тут, я смотрю, когда была, это, была передача в мире животных, там еще вел, Синькевич вел передачу эту, вот он как говорил, стоял один лось, самец, вот. Он уже как большой, крупный такой, короче. Ну. Вот он, и, короче, как получалось? Вот смотри, я сейчас объясню. Вот. Стоял вот один лось, и вокруг него стояло 11 волков. Все здоровые, свежие волки. Вот, и готов, понимаете, он напасть. Ну, как, лось-то, он уже по себе животное, крупное, сильное животное. Вот, и он встал-то, короче, так, в позу, вот так выставил рога. И, короче, от них отбивался. Двух волков он убил вообще, а остальных покалечил. И убежал от них. Вот так вот. А волки ни с чем остались. Так от них он спасся. Вот почему-то я не знаю. Ну, повезло, повезло. Повезло ему, короче. Хотя, по идее, они могли его за... Вот они, чтобы убить его, 11 штук на него. И ушел от них. В принципе, если они взади бы его там цапали там. Угу. Так, ну ладно. Так, ну ладно. Они без тебя и кидались. Ну, понятно, ладно. Да вот, смотри, вот прорезь вот сюда вставляй. О, все, все. А, вот. Да, да, да. Ага. Ладно, давай собираться. Ага, давай. Гриббабас, покажи, сколько времени у твоих. Так, время 007. Прошли поворот. Поворот на шахту. Не знаю, там будет. Видна стелла. Ну, вот стелла, это вот немножко. Сейчас не так уж светло. Все, мы практически дошли до поселка. Спасибо за внимание. Всем всего доброго. Удачи. До свидания. Это грибабас, покоритель леса. С факелом. Он покоряет лес и ищет грибы. Да, грибабас? Так, надо так же видеть. Мне нравится какой я тебе факел сделал. Красивый факел хороший. Мне тоже так нравится. Мне нравится, отличный факел. И там вот, видишь, там внизу гриб. Он, видишь, факел горит на грибе, ну, сам гриб. Ага. Ну, древесный гриб. Ага. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Всем всего доброго. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok